Приветствую вас на родной земле, друзья мои! В омут нашего богословия угодил московский библеист Алексей Сомов, и мы сегодня устроим ему допрос с пристрастием. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Сомов! Вы библеист? Да. Да? Да. Что это такое? Что значит библеист? Вы ученый или вы церкви служите, работаете на церковь? Ну, собственно, я пытаюсь сделать то и другое, соответственно, да, потому что что такое библеист? Библиист – это слово, которое означает, что я ученый, изучающий Библию, да, поскольку Библия все-таки остается и, надеюсь, останется книгой церкви всегда, то, соответственно, для меня эти вещи неотделимы. Поэтому изучение Слова Божия, оно идет на благо церкви. Но изучаете вы ведь не как Слово Божие, а как текст, не так ли? Я понимаю, что есть определенные методы работы с текстом, и вы, как ученые, этих методов, видимо, придерживаетесь, вы работаете с оригинальным текстом, вы переводите, применяете наработки ученых известных. Вы ведь относитесь к книге Библии не просто вот как к сакральному тексту. Вам мешает в вашей научной работе то, что вы верующий? Нет, абсолютно не мешает. Я думаю, что не будь я верующим, я просто бы, наверное, Библию не стал бы изучать, может быть, занялся бы каким-то другим древним текстом, да, как делают многие ученые-античники или там египтологи, да. То есть для многих людей вот таких вот, ну, изучающих древние языки, древнюю культуру, Библия – это один из в ряду других древних памятников, да. Вот. Но для меня все-таки Библия – это то, что живет в основании веры, поэтому я это не отделяю. Действительно, как ученый я изучаю, прежде всего, текст. Вот. Ну, мы знаем, что Библия – слово Божье, слово человеческое одновременно, поэтому она действительно была записана словами человеческими. Вот. И эти человеческие слова мы должны стараться понимать правильно. Вот. То есть вы уже ангажированы ученые. Получается так? Ну, значит, вы относитесь к Библии как к тексту сакральному по определению. То есть для вас вопрос ее, как говорят христиане, богодухновенности – это не вопрос науки или как? Или это уже сфера теологии? Конечно, богодухновенности – это сфера теологии больше, чем подходов к тексту. Вот. Когда я читаю текст, мне действительно нужно знание объективное. Да, мне нужно знание языков, мне нужно знание культуры, мне нужно знание там контекста, чего угодно из древнего мира. Вот. Но в целом это помогает раскрывать смысл. Смысл, который уже необходим для дальнейшего теологического, богословского осмысления. То есть мы занимаемся тем, что называется экзегезой, интерпретацией. Мы задаем вопросы тексту первичного смысла. Как? Про что? Что? Для того, чтобы заниматься какими-то богословскими выводами в отношении к Библии, нужно, прежде всего, понять, про что у нас написано. Вот. И вот наша первая задача, первичная задача, она заключается именно в этом. Но если мы говорим, что вы ученый, вы ученый библиист, нет ученого самого по себе, всегда ученые, он относится к некому корпоративному труду. Вообще наука – это корпоративное усилие некоторое. Поскольку вы библиист, насколько я знаю, у нас нету таких институтов научных, светских. Вы вообще на кого работаете? Ну, я работаю в нескольких местах. То есть я и преподаю, я преподаю для студентов, которые, как правило, верующие. То есть это могут быть духовные заведения, это могут быть какие-то курсы, которые, ну, такие культурологические, может быть, больше. То есть... А как учебные заведения называются? Где вы работаете? Ну, и основное учебное заведение, где я преподаю, это Свято-Флоридский институт. В Москве. В Москве, да, которое богословское заведение, вот, и, соответственно, студенты, которые туда приходят, это верующие, хотя они могут быть из очень разных частей, да, то есть большинство из них православные. А какие курсы вы там читаете? Я читаю введение в Новый Завет, вот, то есть это могут быть либо Евангелие, вот, либо остальная часть Нового Завета, так. То есть, в общем-то, я осваиваю... Ну, смотрите, вот у вас, у вас семья, у вас ребенок, надо же как-то их кормить, то есть библистика кормит? Ну, конечно, если бы я хотел быть бизнесменом, надо было быть бизнесменом, вот, ну, на самом деле я как раз сменил свою профессию, потому что изначально моя профессия была, я учился в Союзской школе, в Союзском институте еще, заканчивал уже, когда Союзского Союза не было, но это было начало 90-х, и моя первая специальность это инженер-электрик. Так, электрик. Инженер-электрик. Ну, не просто инженер-электрик, но на самом деле это электроника, то, что я изучал. То есть можно было хорошо устроиться, да, и вы променяли успешную бизнес-карьеру? Да, я... На Библию? Я вообще как бы еще в юности хотел быть филологом, но тогда я считал, что это смешно, и вообще какая-то девчачья профессия, и вообще как-то это не... Ну, моя семья, но с такого окружения технической интеллигенции советской, и как-то быть филологом, это просто было на уровне... Но ваш выбор не воспринимали близкие как чудачество и родство? Когда я сменил профессию, конечно, конечно. Ну, надо сказать, что не сильно все-таки препятствовали, хотя были проблемы с родственниками, которые говорили, что ты делаешь. Хорошо. Вот вы советский школьник, советский студент, вы закончили университет, получили образование, захотели заниматься Библией. А где получить образование библииста? Где учат на библииста? Вот это сложная вещь, конечно, да. Первое мое образование было в том же Святотворецком институте еще в 90-е годы, начало 2000-м. И когда я учился там, в общем-то, мне нравилось все, что связано вообще с богословием, и я не могу сказать, что я прям с первого курса хотел быть библиистом. Это было бы неправдой. Вот мне нравилась литургика, мне нравилась аскетика, такие вот вещи. Где-то вот к четвертому курсу, на четвертом году я как-то определился, что все-таки Библия мне ближе. Может быть, так сказать, мой как-то вот, мой духовный опыт, я так вот, насколько помню, он прежде всего был связан с Библией, ни с каким-то другим текстом. Вот, и я определился, что я хочу изучать Библию. Мой диплом был уже специализирован по Священному Писанию. Вот, а потом меня пригласили на работу, так сказать, ну, я, естественно, я, когда учился, я еще работал по своей первой специальности. Никакой другой у меня не было, я никогда даже не мог себе представить, что я могу как-то работать где-то еще, не зная ничего в другой сфере. Вот, меня пригласили работать в Институт Перевода Библии. О, как интересно! То есть, есть Институт Перевода Библии, то есть, некоторое научное учреждение. Да, да. А кто его финансирует? Церковь? Ну, это не церковное, в строгом смысле, заведение. Это научная организация, научная организация, которая сотрудничает с очень многими церквами. И поскольку она уже последние, там, 25 лет находится в Москве, в России, официальный офис большой, вот центральный офис этого заведения, то, прежде всего, конечно, мы сотрудничаем с РПЦ, с Русской Православной Церковью, вот, и в очень тесном сотрудничестве. А каким образом вы сотрудничаете? То есть, церковь дает вам заказ определенный или финансирует ваши проекты? Это зависит от проекта, может быть, и так, и так. И какие там проекты есть? У нас, я боюсь соврать, сколько, ну, не меньше 40 проектов действующих на территории бывшего Советского Союза. Так, мы сейчас об этом поговорим. Мне интересно, вот вы в качестве кого в Институте Перевода Библии работали первоначально? Первоначально меня пригласили работать, сейчас это будет очень смешно, наверное, звучать, в проекте перевода Библии на курдский язык. На курдский? То есть, вы знали курдский язык к тому моменту? Нет, я не знал, я в это время, вот, в учебу в Филаресском институте, потом на всяких курсах уже выучил греческий и еврейский язык, вот. И мне очень хотелось работать именно с Библией, вот, я просто молился, что вот, как-то мне Господь послал именно с Библией работать. И мне казалось, что совершенно невозможно, потому что я инженер-электрик, как вообще это можно совместить? Ну, в конце концов, вот действительно, через мой друг, который работал и работает в Институте Перевода Библии, он прочитал мою дипломную работу, сказал, «Слушай, а в чем тебе не попробовать у нас поработать?» Вот, я смотрю, ты разбираешься, знаешь, библиистики, ты разбираешься, там, богословия и знаешь языки, вот, давай попробую. Ну, когда я пришел, да, все было очень хорошо, мне это хорошо приняли. Говорит, да, вот мы очень хотим, чтобы у нас работали, ну, вот, одна, одна есть, одна у нас требует очень серьезная, вы должны выучить курдский язык. И если бы мне, наверное, за полгода до этого сказали, что я должен выучить курдский язык, я скажу, ну, это бред. Но я как-то неожиданно согласился, вот, и, да, учил целый год курдский язык, в основном по книжкам, да. Но, слава богу, мне не нужно было его знать. Вы общались с курдами? Блестяще. Я общался с курдами, да, в основном это были курды из Армении, то есть я ездил в Армению, вот, то есть мой первый проект был курдский. То есть вы брали тексты Библии оригинальной, древнегреческие или еврейские и контролировали перевод, курировали. Да, да, то есть у нас работа так организована, что у нас есть переводчик, который должен быть обязательно носителем, да, то есть я, как бы хорошо я не знал другой язык, я не могу быть переводчиком с этого языка, только носитель. То есть у нас есть курды, которые с нами работают, которые хорошо знают свой язык, они, как правило, не знают еврейского или греческого языка, вот. Иногда мы их учим, но это не всегда получается хорошо, что люди могут это все достаточно выучить, поэтому нужен человек, который бы знал хорошо еврейский и знал их язык тоже, чтобы он мог прочитать текст, который они переводят. Вот я был такой человек, у нас это называлось богословский редактор, который сейчас называется экзегет просто, то есть человек, который следит за тем, чтобы перевод был правилен в отношении к языку оригинала и в том, все-таки какие правила экзегет существуют, чтобы не было ошибки в этом. А кто заказал перевод на курдский язык? Есть какая-то большая крупная община христианская курдская или кто это курирует? Есть курдская община. Кто ставит задачу? В каждом конкретном случае у нас это очень по-разному решается. Как правило, это какая-нибудь организация миссионерская или библейское общество, которое хочет, чтобы был этот перевод, и вот у них не хватает сил самих это сделать. И поскольку у нас огромный опыт, у нас есть специалисты, то они как бы вот с нами сотрудничают. Хорошо, Институт перевода Библии. Вы переводили на курдский язык, но я ведь знаю, что у вас есть ученая степень, доктор философии, PHD. Еще расшифруйте PHD для... PHD это доктор философии, да, это в западной системе степень, которая, ну, если сравнивать ее с такими традиционными нашими степенями, да, то есть это обычно соответствует кандидату, вот, на самом деле это немножко выше. Это ниже, чем наша докторская степень, но выше, чем наша кандидатская. Другая, другая совсем система. Да, это так называемая баллонская система, да, когда есть бакалавр, магистр и доктор богословий. И где по библистике можно получить эту степень? Ну, сейчас это можно сделать в России тоже, но когда я учился, это было еще практически невозможно, и уровень нашей библистики в то время был, конечно, ниже. И куда вы пошли учиться, повышать свои навыки библиста после Филарийского института? Сначала мой институт отправил меня в Америку, в город Принстон, известный не только своим университетом, замечательно, на весь мир, но еще богословской семинарией, которая принимает, в общем-то, людей, христиан, не только пресвитериан, потому что формально это пресвитерианское заведение, но оно принимает, в общем-то, христиан других конфессий, и та программа, на которой я был, она не была конфессиональной, то есть я как-то не сталкивался даже с какими-то пресвитерианскими там вещами, а там мой куратор был просто православным греком, тоже библеист. И сколько вы там учились? Там я учился один год, это магистрская программа, вот. И после этого я подал документы в Голландию, в так называемый свободный университет. Ну, свободный не потому, что он свободных нравов, это как раз христианское заведение, собственно, одно из немногих оставшихся именно христианских. Там есть факультет теологии, вот, где есть, кстати говоря, сейчас и православная кафедра тоже, и это они очень активно сотрудничают, например, там, с Владимирской семинарией в Нью-Йорке, с некоторыми российскими вузами, у них есть хорошее отношение с общецерковной аспирантурой, даже кто-то, по-моему, оттуда там учился на магистрских программах, по крайней мере, собирались это делать, когда я там был. Вот, и для меня это был очень хороший такой опыт. А кто оплачивал эту учебу? А в Голландии PHD бесплатно. Вот, собственно, что очень хорошо. В некоторых европейских странах магистрские программы очень дорогие. А в Принстоне кто оплачивал эту учебу? Там была стипендия, они дают стипендии иностранным гражданам, да. Были какие-то сложности в жизни в Америке, связанные с учебой, взаимоотношениями, предвзятостями, может, стереотипами какими-то? Ну, конечно, когда я туда ехал, было очень много всяких стереотипов вообще по поводу Америки, по поводу того, что там все как-то очень какое-то такое свободное, развратное и так далее. Я могу сказать, что по моему общению с верующими людьми там, я такого особо не увидел. В общем-то, это люди верующие, я могу сказать. И действительно, это очень интересно, как молодые... Я был, наверное, один из самых там уже старых. Мне было 35 лет, когда я туда приехал, а они там студенты, которые обычно учатся, это 20 чем-то лет, там 21-23 года. Очень было приятно видеть большое количество людей, которые действительно хотят служить церкви. То есть это учебное заведение готовит служителей церкви? Или специалистов по каким-то направлениям богословской мысли? И то, и другое. То есть основная там программа — это подготовка пасторов. Я на ней не был, не на этой подготовке. У меня была именно по библейстике программа. А основная, наверное, процентов 70 тем, кто там учится, это вот те, кто готовится служить в разных церквях, в протестантских. А на вот эти специальные программы, на которые я был в таком плане, там уже идут люди, которые либо уже служат, либо они хотят получить диплом специализированным для каких-то дальнейших научных вещей. Но в принципе там были все верующие. То есть я не помню, чтобы кто-то был там случайен. То есть Америка дала вам что-то такое, за что вы можете благодарны быть этому учебному заведению? Да, да. И это учебное заведение тоже называется семинария, да? Да, семинария, да. Ага, интересно. И вот вы, отучившись там в России, как реализовали себя? Вы продолжаете работать в Институте переводки Библии? Да. Преподаете в Филаретовском институте. И как с библистикой в России вообще? Она развивается, она востребована, она конфессионально окрашена как-то? Ну, да. Вот если я сравниваю с тем, что было там 10 лет назад, и с тем, что сейчас, мне кажется, ситуация все-таки как к лучшему изменилась. Вот все-таки у нас там появилось, появляется-то как-то нектое там подобие школ, скажем, там в той же общецерковной аспирантуре есть кафедра библистики, который... И мне приходилось там бывать и даже рецензировать несколько работ, уже вот, да, доторская, кандидатская, вот. И, в общем-то, я вижу качество, которое... По крайней мере, у некоторых работ, которые там есть, я не могу сказать за все, вот, которые, в принципе, говорят об том, что люди серьезно изучают какие-то вещи. А со светскими специалистами вы взаимодействуете? Безусловно. Кто это? Востоковеды, античники, кто? Есть ли какой-то заказ от светской науки, например, вот вам как библиисту? Привлекают ли как консультанта? Или вот, может быть, есть какие-то очень плодотворные, большие проекты совместные со светскими специалистами? Ну, время от времени бывают какие-то приглашения на какие-то лекции в светских учреждениях. Это, например, российский гуманитарный университет РГГУ, это, может быть, МГУ, религиоведы, религиоведческие исследования. То есть вот с такого рода специалистам мне приходится сталкиваться. И, в принципе, это достаточно плодотворное общение. Люди могут быть не церковными, но при этом действительно специалисты в своей сфере. Мы стараемся уважать друг друга, взгляды друг друга, и это бывает... Но вы сталкиваетесь с предвзятостью по отношению к вам, вот у библистов, не вызывает ли, например, у светского специалиста улыбку, сочувствие, например? Ну, мы тоже такую же улыбку можем по отношению к ним, да? У них монополии на науку, понимаете? То есть они считают, что наука – это, в общем-то, для людей взрослых, а не для верующих, да? Ну, может быть, такое есть... Ну, не сталкиваетесь? Нет, ну, наверное, есть, вы правы, да, что бывает такое. Ну, вообще, как вот система, например, западного вуза, как устроена, да, вот, мне, по-моему, голландскому опыту, например, так, что, ну, твоя конфессия и твоя вера, она не то чтобы за дверьми остается, когда ты входишь в аудиторию, но главное здесь – это вот есть текст, есть метод, который мы изучаем, и мы беседуем об этом. А в том, как поверил ты этому тексту или ты в него не веришь, это уже дело не науки, это дело веры, и там, в общем-то, это практически закон. А у нас? У нас это зависит сильно от заведения, да? То есть, если это заведение будет религиозным, то, конечно, от студентов я часто получаю вопросы, которые, наверное, можно было бы адресовать пастыру скорее, чем ученому. Я понимаю, что часто ко мне приходят люди, которые один-два, может быть, разы прочитали в жизни Библию. Я должен их чему-то учить, и мне, конечно, приходится часто разжевывать очень-очень простые вещи, потому что иначе они не поймут действительно каких-то научных вещей, если это не проработано. Но я постараюсь, как-то в пастырские беседы, не углубляться на лекциях. Ясно. Ну вот перспективы есть какие-то? Вы наблюдаете развитие, статус, может, повышается этого библейского знания? Вы говорите, что школа какая-то вызревает. То есть, есть что, например, уже предъявить российской библеистике? Для мира? Да. Вот такой пафосный вопрос. Ну, я думаю, что пока все-таки нам надо учиться. Учиться. Учиться, учиться и учиться еще раз. Да, то есть, для этого многие люди, многие люди в России, в Белоруссии едут учиться именно на западные школы, потому что там школа развивалась, там не было прерывания традиций. То, что мы сейчас можем сделать, это вот заложить. Учиться. Учиться какие-то перспективные направления, где уже наши библиисты чего-то достигли? Ну, пока нет какой-то все-таки сформировавшейся школы. Нельзя сказать, что российские библиисты чего-то достигли. Я могу сказать, что я видел интересные, очень интересные исследования отдельных людей, которые русские или белорусы. Но то, что это вот благодаря тому, что человек работает в таком-то вузе, не знаю, я, наверное, так бы не сказал. Про аспирантуру, мне кажется, что прежде всего то, что очень уникальная вещь, которая там есть, которая именен затевает в общецерковной аспирантуру в Москве, это исследование по септуагенте и по еврейской библии, прежде всего по септуагенте. Это связано с Михаилом Георгиевичем Селезневым, который, конечно, специалист в том и другом. И он как раз, наверное, один из тех, кто работает над созданием школы, тем, чтобы были люди, которые продолжали его дело, которые двигались бы в такой праздник. Сколько вы уже в библиистике? Ну, так будем считать, профессионально с 2001 года. Почти 20 лет. Почти 20. 16, да. Вы уже как человек, давно вращающийся в этих сферах, вы можете взглядом, умудренного опытом человека, ученого сказать, вот что, чего не хватает для создания школы, которая бы воспроизводила самую себя, для плодотворной работы библиистики. Вот, может быть, основные несколько пунктов, чего не хватает. Что нужно делать? Я бы все-таки сказал, что именно церковные библиистики имеются в виду. Я не буду говорить за светскую, потому что там действительно каждый вуз это по-своему решает, каждый завкафедр может там решать. Вот. Для церковных, я думаю, что все-таки необходимо создание именно библейского института. Именно церковного. Библейский институт. Библейский институт, который бы занимался проблемами библии, да, ну, по примеру того, что есть в католической церкви, там, папский библейский институт, вот, я думаю, что нам нужно что-то такое действительно с хорошей библиотекой, с возможностью приглашения специалистов из мировых центров, которые бы читали курсы, лекции, вот, и с хорошими профессорами, которые у нас есть здесь. Уже есть профессора, да, вот имя одного из них вы назвали. Да, я думаю, что прежде всего это, да. Хорошо. Да, значит, все стараемся о создании библейского института. Друзья мои, это был московский библеист Алексей Сомов. Если вы загорелись огромным желанием изучать Библию или сделать себе имя в науке с названием библеистика, по крайней мере, одного человека вы уже знаете, которого можно настигнуть, опросить и, может быть, даже сделаться его учеником. Этот человек угодил вам от богословия и, надеюсь, не в последний раз. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok